Перед нами очень даже несчастая монетка, хотя выпущена тиражом 15 миллионов штук, но во Франции такого вида монетки всего было выпущено три вида, так скажем, три металлическая медно-никелевый центр, вставка в центр алюминиевые бронзы и наружное кольцо тоже алюминиевые бронзы, вот такая 20 франков монеточка, посвященная 100-летию Олимпийского комитета, ну тогда это был Олимпийский комитет Франции, Франция, так скажем, начала это движение с помощью своего выдающегося гражданина, человека, Пьера де Кубертена. Вот если выпущена она была в 1994-м, номинал 20 франков, 3 металл, тираж 15 миллионов штук, диаметр 26,8 миллиметра, вес 9 грамм, секторальное рифление, валюта французский франк, вот выпускал всего один год, но тем не менее с большим, так скажем, тиражом изображен на ней Пьер де Кубертен с одной стороны и с другой стороны собор Франции и вот на фоне Олимпийских колец. На Аверсе надписи Либерите, Галите, Фратерлите, вот такая вот монеточка. Может быть не все знают, кто такой был Пьер де Кубертен, хотелось бы что-ли про него немножко чего-то вспомнить, вообще, что это был за человек. Пьер де Фредди, барон де Кубертен, был одним из самых интересных, талантливых, энергичных и увлеченных людей своего времени. Имя его вам, конечно, знакомо, оно навечно связано с Олимпийскими играми, потому что, однако вот давайте-ка все по порядку. Успешно окончив колледж, Пьер поступает в Парижский университет Сорбонна, а это учебное заведение, одно из самых старых и одно из лучших в Европе. Пьер учится блестяще, да, конечно, у него уже от природы были отличные способности, но главное, он, не сидя себя, упорно работал. Ему интересно было трудиться, интересно было получать знания. Он увлекался многими науками, но основные средних – история, педагогика, философия и политика. Поначалу Пьер отдает предпочтение педагогике, а история, философия и политика – лишь подспорье. Но затем, и неожиданно для себя, Кубертен буквально заболевает историей, более точно, историей культуры и литературы древней Эллады. Слово, на ощупь Кубертен продвигается к главному делу своей жизни. Изучаемый им педагогик неожиданно открывается Пьеру с новой стороны. Педагогика спортивная, физическое воспитание и спорт, как понимает Пьер, могут стать средством духовного образования человека. Мы не знаем, когда именно на глаза Кубертена попалось. Уже известно нам с вами определение некультурного человека, данное древними греками. Помните? Не умеет ни читать, ни плавать. Вот, может быть, Пьер де Кубертен познакомился с ним еще в колледже, когда узнал о раскопках древней Олимпии. А когда же у Пьера и его друзей возникает плата? Впрочем, весьма фантастический план восстановления Олимпии. Во всем ей было величие и великолепие, со всеми дворцами, храмами и спортивными аренами. Казалось, эта идея была неосуществима. Да и нельзя сделать все, как было. Хотя бы потому, что время меняется безобразно. И все же прекрасная идея Кубертена не осталась пустым мечтанием. Сделать все, как было, эта мечта стала яви-яви. Но для этого Пьеру де Кубертену понадобилась вся его жизнь. А пока в возрасте 19 лет Пьер вместе с друзьями создает спортивный клуб. Здесь занимается футболом, фехтованием, греблей. Примерно с этой же поры Кубертен ясно понимает, что без физического не может быть и духовного, и нравственного развития. Трудно представить себе, что когда-то, в сущности, совсем недавно, вообще не было детского спорта, например. Интересно, Пьер де Кубертен стал создателем спортивных союзов для детей, организатором международных соревнований. Уже только за одно это его имя должно было бы навсегда остаться в мировом спорте. Однако, главное дело, главный спортивный подвиг Кубертена был впереди. Кубертен изучил систему физического воспитания многих стран и пришел к мысли использовать идею возрождения Олимпийских игр для создания системы всемирных спортивных соревнований. Он был еще совсем молодым человеком, когда высказал мысль о возрождении Олимпийских игр. С этого момента всю свою жизнь Пьер де Кубертен подчинил осуществлению великой идеи. Умер он в возрасте 73 лет, а начал заниматься Олимпийскими играми в 26. То есть, Олимпийскому было отдано почти полвека. Не надо думать, что идея Кубертена сразу увлекла весь спортивный мир. Сомневающихся и противников у нее было хоть отбавляя. Еще больше спортивных деятелей, которые говорили, что вообще это дело хорошее, но сами заниматься этим хорошим делом не хотели. Кубертен же объезжает многие страны мира, спорит, убеждает, доказывает, пишет сотни писем во всевозможные спортивные организации. Быть может, это было то самое сверхупорство, которое заставляет большого спортсмена тренироваться без устали, а потом преодолевать все, рваться к победе. 25 ноября 1892 года Кубертен выступил в Сорбоне с докладом о возрождении Олимпийских игр. Он говорил столь убедительно и страстно, что французские спортивные деятели, хотя и не сразу, принимают решение создавать международный атлетический конгресс и пригласить в него представителей крупнейших спортивных держав. О правилах и принципах проведения игр должны были договариваться все наиболее авторитетные спортивные деятели земного шара. В конгрессе приняли участие 2000 человек из 10 стран, в том числе и из России. И вот 23 июня 1894 года на конгрессе в Париже был создан международный олимпийский комитет. Конечно, вы уже знаете, что это ставшее очень известным сокращение. Конгресс решил, что через два года пройдут первые олимпийские игры, и это была великая победа мирового спорта, великий подвиг Пьера де Кубертена. Мировое сообщество торжественно отметило 100-летний юбилей Олимпийского движения современности образования МОК. Вот как раз эта монета этому и посвящена. Организация объединенных наций объявила год столетия МОК 1994-й международным годом спорта и олимпийского идеала. Высший орган мирового сообщества возродил и древнюю миротворческую традицию. ООН призвала все государства соблюдать олимпийское перемирие. Кстати, день 23 июня традиционно ежегодно отмечается в десятках странах мира, в том числе и с 1990 года в России, как олимпийский день. Не надо думать, что Кубертен был только решительным и энергичным организатором. Ездил с континента на континент, писал письма, произносил зажигательные речи. То есть было и это, и все же главная его заслуга в другом. Олимпийское движение можно представить себе в виде высокого и стройного здания. Оно гордость человеческого сообщества. При возведении этого здания Пьер де Кубертен был не только прорабом, но он, что еще было важнее, главным архитектором. Его вдохновенные мысли легли в основу олимпийской философии, которая по его предложению, высказанному в 1912 году, именуется олимпизмом. Вот одна из важнейших идей олимпизма – спорт, культура, наука и искусство должны соединиться в прочный и прекрасный сплав, который и будет называться олимпийским движением. Идея эта, по правде говоря, осуществилась не сразу. У ней были и противники, особенно когда спорт стал частью мировой политики. Когда при помощи рекордов президенты и министры стали доказывать друг другу, чья страна лучше. Но прошло 100 лет, и олимпийские игры теперь самый яркий праздник человечества. А еще Кубертен посвятил всю свою жизнь особой науке, которая называется спортивная педагогика. Ее цель – физическое и духовное развитие и воспитание молодежи с помощью занятий спортом. Для чего это надо? А для того, чтобы вы стали смелым, мужественным, честным, открытым. Пьер де Кубертен считал, что новый предмет поможет укрепить, сделать более сильной и жестокий французскую нацию, французскую молодежь. А получилось, что он позаботился о молодежи всего мира. Вот такое вот у нас сегодня чего-то на тему этой монетки. Ну, вообще, еще между делом... Дело в том, что из интересных фактов с 1912 по 1948 год медали Олимпийских игр выручались не только спортсменам, но и деятелям искусства. Еще в конце 19 века Пьер де Кубертен предлагал возродить Олимпиады, высказывал идею, что соревноваться нужно как в спортивных дисциплинах, так и в различных областях искусства. При этом произведения должны иметь отношение к спорту. Всего было пять основных медальных номинаций – архитектура, литература, музыка, живопись и скульптура. Однако после Олимпиады 1948 года стало ясно, что почти все участники таких соревнований – профессионалы, зарабатывающие искусством деньги, и было решено заменить подобные конкурсы просто культурными выставками. Ну что ж, вот такая у нас на сегодня тема. Пожалуй, на этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...